Здравствуйте! Сегодня будет особое видео. Вы все слышали о теории золотого миллиарда, конечно же, по которой мировое правительство, все эти транснациональные корпорации и банки хотят, чтобы на Земле осталось примерно миллиард человек, а то и меньше, большая часть из которых будет обслуживать так называемые элиты, к которым они себя причисляют. По этой теории Земля не может прокормить якобы большое количество людей, 8-10, тем более в будущем, и более миллиардов человек. Поэтому, как считают глобалисты, надо сократить население планеты хотя бы до миллиарда. А вы знаете, что эта теория не нова. И сейчас я расскажу вам, откуда она взялась, откуда корни этой античеловеческой теории. И вы будете просто поражены тому, сколько же в действительности наша планета может прокормить человек при врачительном, правильном подходе. И это не какое-то мнение личное чье-то, а это исключительно научный расчет, сделанный в старые еще советские времена. Итак, передо мной книга 1966 года под названием «Мир вокруг тебя». Очень интересные факты, исследования. Я, кстати, уже себе пометил как минимум 3-4, наверное, темы, которые я озвучу из этой книги под ним, очень интересные. Кстати, о них я скажу в конце, а вы напишите потом мне в комментариях, стоит ли мне сделать видео вот на эти другие темы. Итак, начну с теории. Теория золотого миллиарда берет свое начало от теории Мальтуса. Это был такой английский священник, экономист, социолог, который родился, по-моему, в 1766 году. Ну, в общем, вот о нем пара строк. А теперь начинаю читать. И данная глава называется «Вопреки теории Мальтуса», страница 61. Много лет тому назад жил в Англии священник Мальтус. Он пытался доказать, что население Земли увеличивается быстрее, чем увеличивается количество продуктов, необходимых людям. А потому, говорил Мальтус, надо вести войны, чтобы сократить численность населения. Иначе, мол, люди будут умирать с голоду. Эти человеконенавистнические мысли английского попа составили целую теорию, которую с радостью взяли на свое вооружение правящие классы капиталистических государств. Стремясь к наживе, к порабощению других народов, финансовые воротилы-эксплуататоры развивали опустошительные войны. А мальтузианская теория оправдывала эти преступные действия. Вспомните про колонии, вспомните, как еще англичане, что творили в Австралии, когда еще в начале 20 века резали и сушили головы у аборигенов, коллекционировали их у разных племен с разными прическами там и так далее. Вспомните еще и о том, что в любимой Европе, во многих странах, Бельгии, например, еще в 60-е годы показывали разных папуасов, аборигенов в клетках. Запарки людские были. И о многом другом о том, чего забывать нельзя. Войны, развязанные в захватнических поработительских целях, всегда были бедствиями для народов. Они обрывали жизнь людей в самом расцвете. История войн началась еще задолго до Мальтуса. За последние пять с половиной тысяч лет человечеству пришлось пережить 14 513 больших и малых войн. Но это до 1965 года. В них погибло 3 миллиарда 640 миллионов человек. Больше, чем население всего земного шара в наши дни. Напомню, что на 1964 год на Земле было 3 миллиарда 256 миллионов человек. Швейцарец Жан-Жак Бебель с помощью электронного мозга посчитал не только количество войн и число их жертв, но и причиненный ими материальный ущерб. Он заявил, что во время войн было уничтожено различных ценностей на сумму 500 миллиардов швейцарских франков. Но сейчас это десятки триллионов долларов в пересчете на современное исчисление эквивалента. Если бы эту сумму денег превратили в золото, то его хватило бы, чтобы опоясать земной шар по экватору лентой толщиной в 10 метров и шириной 8 километров. Ну, конечно, самый большой ущерб – это загубленные человеческие жизни. Из них нельзя оценить никакими миллиардами франков или долларов. Марксиско-ленинская наука опровергла и отбросила позорную теорию Мальтуса, направленную против трудового народа. Прогрессивные ученые убедительно доказали, что производство продуктов питания будет неизбежно увеличиваться с развитием производительных сил, что истинно и что показала сама жизнь. В самом деле, после Мальтуса прошли многие десятилетия, население Земли возросло за это время в несколько раз, а продуктов питания на душу населения стало больше, чем тогда. В Советском Союзе и странах социалистического лагеря производство продуктов увеличивается с каждым годом. У нас давно уже нет голодающих людей и практически исключена сама возможность голода. Немало продуктов питания производится и в капиталистических странах, особенно в самой богатой развитой из них Соединенных Штатах Америки. И несмотря на это, миллионы людей там голодают. Кстати, в наши дни, вот сейчас, более 40% населения США живет людей за чертой бедности. И это неудивительно. И давно уже маски сброшены, и уже никакой средний класс не нужен ни Европе, ни США. Это все было попущено только для того, чтобы расстрелить людей в Советском Союзе. Это в принципе невозможно. Вот массовый средний класс при капитализме, при его высшей, так сказать, стадии развития империализма. Это просто невозможно, потому что крупные, сильные поглощают, убивают более мелких и слабых. И капитал стремится к наращиванию, к укропнению, к ограблению. И только искусственно и временно можно дать поблажки для совершенно особых, важных политических целей. Продолжаю. А капиталисты в то же время огромное количество еды уничтожают, сжигают или топят в море. Вы об этом знали, знаете? Это происходит и происходило раньше. Потому даже в Америке есть люди, ну из наиболее таких прогрессивных и, скажем, специфических людей, которые отказываются принципиально, хотя возможности материальные у них есть, покупать что-то в магазинах. Они в помойках вот роются, когда выкидывают еще не совсем, скажем, просроченные продукты, а там выкидывают, которые завтра, послезавтра будут просрочены. И они это едят. То есть огромное количество таких людей есть и в США, и в Европе. Делают они это для того, чтобы не допускать снижения цен на продукты питания, не потерять своих прибыли. Ведь у них скапливаются несчастливые запасы продовольствия, потому что миллионы людей просто не в состоянии купить эти продукты, у них просто нет денег. Значит, дело не в перенаселении планеты и не в нехватке питания, а в самой государственной системе, совершенно верно. Если государство народное по своей природе, как, например, наше, то оно заботится о людях, и еды хватит на всех. А если государство эксплуататорское, капиталистическое, как, например, Соединенные Штаты Америки, Англия или Франция, то оно стремится к обогащению своей правящей верхушки. И ради этого жестко и безжалостно угнетает не только свои народы, но и народы других более слабых стран. Поэтому многие миллионы простых людей там голодают и нищенствуют. В капиталистических странах даже в наши дни еще существует рабство. Сегодня, в момент записи этого видео, рано утром, я включил телевизор, так сказать, посмотреть новости, включил, и увидел сюжет об одной стране, в которой рабство отменили в 1981 году. Но до сих пор на это закрывают власти глаза, и прям рабы настолько обучаются с детства специальных гетто, что они считают это за норму жизни. В Мавритании. Я пропущу абзац по рабству, про статистику, так сказать, далее. Где уж говорить о здоровье и долголетии человека. Но рано или поздно на Земле не останется ни одного капиталистического государства. И это, кстати, не утопия, это неизбежность. Либо вообще не будет человечества и никаких государств, и начнется виток, так сказать, спирали развития с малоспасенных после какой-то, скажем, катастрофы. Или это переход к высшей стадии развития человеческого общества, ну, возврат, скажем, к истокам, но только на более высоких научно-технических, так сказать, обоснованиях. И это, конечно, коммунизм. Это коммунистическое общество. Справедливое общество равных возможностей. То, чего боятся все паразиты мира. Во всем мире восторжествует социализм, а затем и коммунизм. Люди коммунистического общества на основе научных достижений из самой совершенной техники достигнут небывало высокого уровня производства продуктов питания. Земля щедро раскроет перед ними свои запасы. А эти запасы безграничны. Итак, дорогие товарищи, переходим ко второй части. Я много лет назад еще делал свои предположения, ну, по грубым прикидкам, что Земля, если бы человек одумался, очнулся бы, и так варварски не относился бы к Земле, то не то, что 8 миллиардов, а 80-100 миллиардов Земля бы прокормила спокойно. А если бы человек очнулся и перестал бы есть трупы животных, то есть мясо, ну, мышечную ткань трупов убитых животных, которую он называет мясом и тому подобное. А вы представляете, какое количество Земли уходит под содержание скота? Я уже не говорю про урон равновесия биологического. Ну, это наука, экология этим занимается. Что творится, когда высаживаются монокультуры миллионы гектар? Когда вот эти пастбища, под которые вырубаются миллионы гектар? Куда все это сливается, все эти фекалии, навозы? И так далее. Я не буду сейчас про это говорить. Так вот, тогда и больше. Но я ошибался. Я сам недавно только узнал, что, оказывается, еще в 1965 году был научный математический расчет. И даже без этого учета, слушайте, если вся растительность суши будет представлена кормовыми и продовольственными культурами, то есть кормовыми, значит, и скот при этом будет, даже тогда, то продуктов питания хватит для жизни 58 миллиардов человек. Но это еще не все. Потому что, если вся растительность морей и океанов будет потребляться людьми и домашними животными, то есть тоже со скотом, пищей будет обеспечено 290 миллиардов человек. Но это еще не все. Если в процессе фотосинтеза, ну, то есть, кто не помнит, образование органических веществ на свету, так вот, если в процессе фотосинтеза будет усваиваться вся поглощаемая листьями энергия, растения суши, только суши, обеспечат питание 2,7 триллионам человек. И это еще не все. А если все растения Земли, то есть и растения рек, озер, морей, океанов, то тогда будет обеспечено продуктами 13 триллионов человек. А вы поняли, что означают эти цифры? При каких условиях планета способна прокормить триллионы человек? Так вот, я был неправ, когда много лет назад я еще говорил, что 80-100 миллиардов человек способно прокормить планета, если человек откажется от вот этого ужаса, то есть, от убийства миллиардов животных в масштабе планеты в год. И если эту Землю человек будет использовать, а также реки, озера, моря, океаны для выращивания растительной пищи, если он будет использовать миллиарды тонн плодороднейшего ила, сапропелля, из миллионов маленьких и крупных озер, то не десятки миллиардов, а уже триллионы, как оказывается, оказывается, проводили такие расчеты, способно прокормить планета. Но до сих пор эти подонки, а за ними куча идиотов, повторяют, что ресурсов для всех людей на планете не хватит. Теперь вы знаете, откуда и когда все это началось, и что все эти нелюди нам нагло врут. Я прошу вас эту информацию передать другим людям, чтобы они чушь всякую не несли и пресекали подобную наглость и подлость когда слышат от кого-то другого это. Вот и подумайте. А это абсолютно математически доказано. Вы знаете, как в Советском Союзе, тем более еще в 60-е годы, точно производились подсчеты, и какая мощная и сильная тогда была статистика учета и расчета. В завершение дочитаю немного. Вот насколько богата наша земля, почему человечеству в будущем никогда не будет угрожать голод, как не угрожает он и в наше время. Только искусственно созданный голод, ну, мы не берем катастрофы природные и прочее, только искусственно созданный голод, только мерзавцы и подонки, кому это на руку, творят это в мировом масштабе. Исходя из этих возможностей, советские ученые вполне реально ставят и практически решают проблему повышения долголетия людей. А это следующая очень интересная тема. И я хочу у вас, дорогие друзья, спросить следующее. Вот был такой древнегреческий, ну и философ, ну и главный драматург, Софокал. Как вы полагаете, в каком возрасте он написал свою известную трагедию Эдип? Напишите свои варианты под этим видео. Я очень советую вам в этой связи посмотреть мои видео в моем плейлисте на данном моем YouTube-канале, который называется Долголетие и Долгожители. Посмотрите все эти видео. Это будет и очень приятное времяпрепровождение, и очень полезное дело. Поверьте, вы узнаете очень много поразительных фактов. А знаете, о чем я хотел из этой книги? Сделать видео, прочитав вам уникальные сведения. Во-первых, про гениальных изобретателей аж 18-го, ну и 19-го веков наших, русских. И я был даже поражен, хотя многое знаю, сколько же на самом деле было людей, и какие уникальные научные открытия они делали. Вы услышите не только о Кулибине, а еще до него. Ну там просто поразительные факты. Жаль, что сейчас в наши дни мало кто это знает. А знать это надо всем. И воспитывать детей на этом, что вот оно было. Кто мешал в свое время научно-техническому прогрессу? Кто украл эти многие открытия, изобретения? Ведь это все на поверхности, все очевидно. Хотите? Напишите, я сделаю это видео. Что еще? Может быть это видео следующее будет очень маленьким, буквально там пару минут. Но дело в том, что я был поражен, скажем так, крепостью костяного вот этого рога иглы рыбомеча. То есть это, конечно, поразительные факты. Ну ладно, может быть вас заинтересует, а может нет смысла делать. А еще одно видео это про богатыри русской земли. То есть я и сам знал, и знаю очень много интересных фактов, но и говорил даже об этом в своих видео некоторых. Вот мои зрители, кто все мои видео смотрит, слышали про это. Но я был поражен тому, какие сверх богатыри были на Руси когда-то, и которых уже, конечно, никогда, скорее всего, не будет. И все эти силачи, которые там вот с такими пузами там поднимают эти каменные шары, там в шоу разных там ставят там 100 килограмм, 150 на какую-то высоту вровень с пузом или чуть выше. Это просто вот, знаете, как малолетние дети по сравнению с теми, которые были еще не так давно. И, кстати, вы знаете, как я эту книгу приобрел в антикварных магазинах букинистических? Именно по одному факту, который описывал в своем романе «Что делать Чернышевский» всем вам, я надеюсь, известным про Никитушку Ломова. Но, впрочем, если будет интересно, напишите под этим видео, что «Да, я хочу, чтобы вы сняли видео такое-то, такое-то и такое-то про богатырей, про рыбу-меч и про гениальных изобретателей и открытия, опередившие свое время на столетие». А я тогда сделаю эти видео. Ну и, конечно, подпишитесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Ну и посмотрите, чтобы он был активен, то есть изменил свой цвет. Вот так. Проверьте подписку. Да, и обязательно под этим видео посмотрите ссылки те, которые я вам оставлю. Ну и видео, конечно, по ссылкам там тоже будут интересные. Ну и не забывайте про мой сайт надгард.ру. Всего хорошего.